Прочитайте самостоятельно задание страницы 41, номер 54. Прочитайте задание и выполните его самостоятельно. Берем линейку, ручку, карандаш. Вам нужно убедиться, что дощечки одинакового размера. Даша Калайданова, прочитайте задание громко. Рассмотрели линейку и убедиться длина изображенных дощечек, на которые падает лучи, солнце одинаковое. А теперь прочитайте, сколько лучей попадает на подъездные дощечки, по которой они скользят. Первая. И сколько на ту, на которой падает, отъездная. Вторая. В первом случае лучи солнца скользят по поверхности, во втором падает на нее отъездная. Во втором случае на поверхность дощечки попадает... Так, сейчас думаем, сколько лучей. Сколько лучей падает у нас на дощечку под номером один? Ладно. Четыре. Четыре луча. Сейчас я запишу. Хорошо. А сколько лучей падает на дощечку номер два, Амина? Два луча. Два луча. А все согласны, что только два луча падают, а ты как считаешь? Три луча. Три луча. А еще есть версии? Нет? Нет. Три. Три луча. Три луча. Кто же мне покажет эти лучи? Мм? Ну иди покажи мне эти лучи. Раз. Два. А как вы думаете, если на эту дощечку упали, то лучи они остановились? Нет. Они не будут попадать на эту дощечку? Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так сколько же лучей падает на вторую? Ты меняешь свое мнение? Да. Изменила. Ну давай проверим. Шесть лучей. Проверяем? Да. Итак, правильно. Теперь вы поняли, что лучи попадают на всю поверхность Земли. На какую-то отверстие, на какую-то они падают, скользя прямо по поверхности. Проверили, исправили свои ошибки. Открывите трассу.